Доктор политических наук Доктор политических наук Которых нет По сути их нет Армянская сторона все еще продолжает торпедировать И здесь примечательно то, что Тот самый текущий год Мы поставили, азербайджанская сторона Назвала решающим И вот в этом столь важном временном промежутке Месяц уже позади Никаких переговоров нету Хотя мы ощущаем, что есть попытки Организовать какие-то переговоры Об этом тоже будем говорить Мой первый вопрос опять же общий Начнем со студии Ваше мнение Далее Саадетхан выскажет свое мнение Дело в том, что днем ранее В принципе об этом и говорили Глава МИД Азербайджана и Глава МИД России В телефонной беседе Я просто процитирую, как это дается сообщение Непосредственно странами Там говорится со ссылкой Как излагал свою позицию Джейхун Барам Говорится, что после войны Азербайджан выступил С предложением по налаживанию нормализации отношений с Арменией Предпринял ряд усилий для достижения договоренности в направлении деримитации Открытия транспортных и коммуникационных линий И достижения мирного соглашения с Арменией Министр отметил, что провокации армянской стороны препятствуют этому С учетом того, что в конце прошлого года Армения сорвала переговорный процесс Была попытка организовать очередную встречу Глав МИД России Армении и Азербайджана в Москве Армяне просто не явились на эту встречу Сорвали Каковы ваши ожидания с этой точки зрения Опять же говорю, месяц позади В решающем, вроде как здесь время завес золота Один месяц позади Ничего, никаких встреч нет Каковы ваши ожидания на фоне всего этого От текущего года Ну и возобновятся эти переговоры, не возобновятся Спасибо Дело в том, что Армения не особо стремится заключить мирный договор Это мы с вами в студии обсуждали в свое время Что до конца 2022 года, скорее всего, не получится Из-за того, что Армения в своих намерениях непоследовательно И на самом деле старается как бы оттянуть времени И второе ощущение сегодня у меня таково, что в целом решение Активизировать переговорный процесс с Азербайджаном Принимается вовсе не в Армении С определенными Армении То есть с покровителями Армении Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время Какие-то попытки будут восстановить переговорный процесс Но Армения не отойдет от своих шагов улизывания Традиционной неконструктивной поведения Да, получения результата То есть подписания мирного договора Не станут они Да Я думаю, что в течение года этот процесс еще будет продолжаться Перманентно И Армения с подачи своих покровителей И мы знаем, что с одной стороны Европа в лице Франции С другой стороны Иран Тут своими деструктивными действиями Мешает этому восстановлению, возобновлению Вернее, переговорного процесса Видно, что Евросоюз какие-то То ли гражданские, то ли негражданские Миссии без согласования с Азербайджаном Хочет отправить Решение они уже приняли Решение есть Что за миссия будет Какие у них Какое решение Какой вклад у них будет Вклад они будут внести Если позвольте, по поводу миссии Действительно были комментарии Отдельно мы об этом поговорим Но я хотел бы опять же узнать мнение Саадат Хам Месяц потерян, потерян один месяц В таком важном году Где, как говорится, каждый день должно было что-то происходить А по итогам, может быть, года стороны должны прийти к мирному договору Потерян месяц, по-другому его не назвать Вот ваше ощущение Вот гость уважаемый в студии сказал, что Армения Вся проблема в том, что Армения не стремится к миру Ну, я бы вот что сказала Если уж вы так акцентируете На том, что последний месяц потерян Вернее, первый месяц этого года То я бы сказала, что если смотреть глобально И очень так развернуто То Армения потеряла Не месяц, Армения потеряла 30 лет И за эти 30 лет Армения абсолютно Двиглась в деструктивном направлении Она изнутри разрушалась И то, что мы видим сегодня Несостоятельность государственности Несостоятельность высшего политического руководства Армении Это как раз результат всех тех процессов Которые происходили все те 30 лет Когда Армения оккупировала азербайджанские территории И держала их в оккупации При этом не стремилась как раз таки наладить взаимосвязевские отношения И не стремилась действовать соответственно международному праву Чем противопоставила себя всему, можно сказать, мировому сообществу Поэтому деструктивные действия Армении Уже стали притчевые языцы, если можно так сказать Потому что на самом деле Армения ведет себя таким образом Как будто бы сама себя хочет утопить Очень странно Почему руководство не осознает того печального положения Которое загоняет собственную страну и собственный народ Вот как сказал наш гость, мой коллега Армения действует несамостоятельно Ну я неоднократно, мы же с вами на этой передаче это обсуждали Что Армения несамостоятельное государство И помимо того, что есть сегодня уже западные силы Заинтересованы в том, чтобы крутить, да Как марионеткой этой страной И теми, кто принимает решения Еще есть международное армянское лобби В разных странах по-разному оно устроено Но действует оно в одном и том же направлении И вот как ни странно, казалось бы Должно быть наоборот Но все армяне, которые живут за границей И которые как раз таки и составляют это международное армянское лобби Они делают все для того, чтобы не помочь своей стране А наоборот сделать так, чтобы эта страна стагнировала А сегодня именно это мы и видим Затрам, вы сказали по поводу пытается себя утопить Вот об этом мы отдельно, конечно, поговорим Но я еще коротко хотел бы еще дополнительно один вопрос Дело в том, что в СМИ была информация, что во время телефонной беседы Лавров вновь подтвердил, что российская сторона нацелена на то Чтобы организовать очередной раунд встречи Армении Главмит Армении и Азербайджана вместе с последнической деятельностью Российской Федерации Но вот как бы, скажем так, немножко звучит грубо Армения уже один раз «нет» России сказала в декабре Может ли она еще раз сказать России «нет»? Это один момент И второй момент Насколько для самой России эта встреча, очередной раунд переговоров важен С учетом того, что у России сейчас забот своих хватает Ну, во-первых, знаете, я бы очень обратила внимание на одну очень важную деталь Армения не сказала «нет» Для того, чтобы сказать «нет», нужно иметь позицию И нужно иметь внутренний стержень и умение сказать это «нет» Армения просто слилась, говоря современным языком В прошлый раз они просто, не сообщив ничего абсолютно, просто сорвали переговоры То есть они даже по дипломатическим каналам не дали заранее знать о том, что этих переговоров не будет И что они приняли такое решение То есть если вы понимаете, о чем я говорю Сказать «нет» и стоять за своим «нет» И, может быть, выдерживать когда-то при каких-то обстоятельствах политическое давление Но все же стоять на своем И просто ничего не сказав с лица, это немножко разные позиции, которые о многом говорят Это во-первых Во-вторых, значит, нужно ли России это посредничество? Безусловно, нужно Я считаю, что Россия должна играть эту посредническую роль настолько активно, насколько это возможно в нынешних условиях и в нынешних реалиях Я думаю, что для Азербайджана в том числе было бы очень даже неплохо и позитивно, если Россия будет продолжать свою посредническую миссию вот в том ключе, в котором она, собственно, и начала А то, что Армения себя топит, это как раз-таки говорит, об этом как раз-таки говорят и те шаги, связанные и с Россией в том числе Потому что вы же понимаете, что все, что сегодня, что из себя представляет Армения и что она имеет, это фактически все благодаря России И вот такими деструктивными шагами и такими предательскими действиями по отношению к руке, которая фактически их продолжает еще кормить и кормит И вообще для меня даже в некотором смысле странно, потому что, вы знаете, в России иногда на более меньшие проступки политические какие-то ошибки обращают внимание и наказывают Ну и очень странно, почему до сих пор вот это все терпят и я думаю, что этому терпению тоже придет конец и, конечно, Армения будет иметь печальный результат Так, единственное, добавлю, что, Саадхам, уверяю вас, не только для вас эта ситуация странная Для нас тоже странная, потому что, когда мы слушаем вот этот тираду из Армении в адрес России, а потом вот газ, как говорится, под чуть ли не внутренний российским ценам Это, конечно, удивляет Я вот закрывая тему этого телефонного разговора, должен отметить, что Джейхун Барамов говорил и о ситуации Ну, стороны говорили о ситуации, которая сложилась на дороге Лачин-Ханкианди И в этой связи, опять же, Джейхун Барамов, он, с сожалению, отметил, что требования протестующих прекратить незаконную экономическую деятельность И злоупотребление Лачинской дороги на территории Азербайджана до сих пор остаются невыполнены А как вы думаете, Армения Змайловна, вот по вашим ощущениям, по поступающей информации и так далее Ну, так сказать, мы можем, опять же, мы это неоднократно, мы можем долго так продолжать Акция продолжается, наши ребята крепкие, наши экологи, пример для всех экологов Ажиотаж поднятый Армении по этому поводу По поводу, я не знаю, они что-то блокады называют, гуманитарным кризисом и так далее Видимо, они вообще запутались, не понимают, что такое блокада Ну, это их проблема Это их проблема Но ажиотаж спадает в этой связи Вы это чувствуете? У вас есть ощущение, что какой-то... Непременно, непременно чувствую Ажиотаж снижается И у меня такое ощущение, что мировое сообщество постепенно понимает, что там никакой блокады нету Это территория Азербайджана Армения с своей стороны нарушает положение трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года Постепенно приходят к тому, что недры азербайджанских территорий эксплуатируются незаконно И со временем, и самый главный результат акции экоактивистов заключается в том, что наши активисты всему миру показали, что в принципе азербайджанские неправительственные организации В состоянии остановить незаконный вывоз Природное богатство Да, богатство Азербайджана То есть фактически мы видим, что на весь мир демонстрируются кадры Российские миротворческие силы могут пересекать в разных направлениях Красный крест может пересекать Скорая помощь, гуманитарные грузы Все Если они гуманитарные Если это гуманитарные Тут сегодня Тут с этим проблемней В печати появились, что там какие-то моменты возникли с миротворческими силами Ну это как бы они, да, они всеми недовольны, миротворцами, нами Да, это еще и надо проверить Якобы они за какие-то финансовые вознаграждения готовы армянам помочь Или пятое, десятое То есть разного рода Но самое главное Экоактивисты первым шагом установили контроль за незаконным вывозом То есть остановили этот процесс Но они им даже преградили Да, абсолютно Абсолютно Повершение этого всего процесса, на мой взгляд, должна будет Я надеюсь, в скором времени мы станем свидетелями этого Что азербайджанское правительство заменит наших экоактивистов То есть на государственном уровне Ну вы имеете ввиду контрольный пропускной Контрольный пропускной Ну когда люди из одной страны переходят в другую Должно быть таможня и так далее Ну товарищи армяне пока еще не осознают этого в полной мере К этому мы придем, я надеюсь, в скором времени По поводу того, что снижается Я думаю, что на эту тему все меньше и меньше Есть ощущение, Рамис Балим, что в регионе такие глобальные вещи происходят Никому до вот этого нытья, традиционного армянского нытья нет дела Я хотел бы, Садатхан, ваше мнение, знаете, по какому поводу узнать? Дело в том, что несколькими днями ранее глава МИД Российской Федерации Он на пресс-конференции сказал, что в считанные дни ожидает Или в ближайшие дни, вот я за точность формулировки не ручаюсь Но вот армяне обратили, что вот Лавров, наверное, что-то знает Через несколько дней эта ситуация разрешится Ну, как бы акция продолжается Мы, опять же, говорим, для нас все комфортно Мы можем и дальше продолжать Почему не получается? Опять же, это не потому, что мы сильно там переживаем Но считается, что это как-то может мешать мирному процессу между Армией и Азербайджан Хотя, каким образом, непонятно Но, по вашему мнению, во-первых, ажиотаж спадает все-таки Потому что в первые дни вроде как реакция А как вообще они могут там стоять? Сейчас уже больше 50 дней Я думаю, что все начинают к этому привыкать И второй момент, опять же, по поводу слов Лаврова Что через несколько дней все разрешится Но вот пока ничего нет Во-первых, ситуация сама по себе становится не такой напряженной Хотя бы потому, что ведь это место посетило Достаточно количество уже журналистов Насколько я знаю, даже иностранные журналисты там побывали Уже много репортажей международных средств массовой информации вышло на эту тему Азербайджан довольно активно освещает эту повестку И именно акцентирует на том, что, пожалуйста, и гуманитарные грузы И все остальное все проходит Это во-первых Во-вторых, вообще, в принципе, международная политика Международная жизнь, она сегодня такая насыщенная Я говорю, что, я как-то уже даже где-то в каком-то интервью говорила об этом Что мир ручит международные нормы с такой скоростью Вот в данное время Что по большому счету Это то, что было вот два часа назад новостью Через два часа уже новостью перестает быть Естественно, опять же, есть прикормленные журналисты И армянские СМИ И в международном формате тоже Которые продолжают эту тему отрабатывать И нагнетать искусственно эту историю Но по большому счету Надо понимать, что если бы столько времени Реальная блокада бы происходила Ну, мы же понимаем, что все бы умерли давно Если бы там действительно не было бы Ни еды, ни воды, ни газа, ни света Как они говорят Мы же понимаем, что просто бы давным-давно Все бы оттуда не уехали Либо там просто никого бы не осталось Они же не могут там сидеть столько времени без ничего Ну, плюс ко всему, мы же видели все эти фейковые фотографии Которые сами себя разоблачали Когда они там сидят при свечах А на заднем плане у них там фонари горят и так далее В общем, это все очень по, скажем, по-армянски В их стиле В стиле вот тех людей Которые пытаются так или иначе обмануть Не знаю даже, зачем они это делают Потому что, опять же, против себя работают Поэтому, мне кажется, что еще какое-то время Эта тема, конечно, будет звучать То, что касается слов Лаврова Ну, я не обладаю конкретной информацией Мне сложно комментировать Через сколько дней это закончится Когда-нибудь это точно закончится Потому что ничего не длится вечно, как мы понимаем Но я так предполагаю, что Азербайджанская сторона точно, абсолютно Оттуда не свернется и не уйдет До тех пор, пока этот вопрос не будет решен Таким образом, как об этом заявляем в самом начале Армяне нужно бы это понять Надо бы это понять Надо бы принять это к сведению Почему? Потому что, мне кажется, что стиль Азербайджанской внешней политики Азербайджанской дипломатии И азербайджанских, если хотите, ультиматумов Каких-то вопросов Он уже понятен Что если пришли, развернули и сказали Что добиваемся этого Пока этого не будет, по-другому никак не будет Поэтому тут уже вариантов нет Я должен сказать, что, Саадатхан, ваш оптимизм просто заражает Когда-нибудь это решится Ну, в принципе, я так понимаю У нас позиция тоже такая Мы несколько раз живем Мы никуда не торопимся Наши экологи никуда не торопятся Ну, если кому-то в Армении или в армянской среде что-то непонятно Дадим им время Дадим им время Конечно, не может продолжаться Ну, как бы, опять же, нас все устраивает Мы можем и жестче, и мягче, так сказать Я бы хотела бы, уважаемый гость, немножко... Вы понимаете... Да Я извиняюсь, если можно... Да, очень коротко Наверняка, мне так кажется Я думаю, что, в принципе, люди, которые обладают какой-то более-менее аналитической информацией Наверняка ведутся какие-то переговоры за закрытыми дверьми И наверняка происходит какая-то очень серьезная работа О которой просто общественность не знает Я думаю, что просто настанет какой-то период времени А может быть, как раз Слава Лаврова Это некая такая подготовка к тому, что вот скоро это должно все решиться Время покажет Время покажет Уважаемые гости На днях вот была опубликована статья в журнале Newsweek Помощника первого вице-президента Азербайджанской республики Ильчина Амербекова В которой он излагал... Ну, там лейтмотив такой, насколько Армения готова к миру И статья, в принципе, затрагивает позицию не только самой Армении Но и, скажем так, и других стран, в том числе западных и так далее Я просто хотел бы одну цитату со ссылкой на информационное агентство Тренд привести Значит, там говорится Знаменательная победа Азербайджана во Второй Карабахской войне 2020 года Создала историческую возможность перевернуть страницу Оставить военные действия позади и нормализовать отношения на основе международного права Чтобы воспользоваться этой возможностью Запад должен лучше осознать сложившиеся реалии, на которых основана нынешняя позиция Азербайджана Значит, начнем с вас Вот эта фраза последняя привлекла мое внимание Что мешает тому самому Западу правильно осознать эту самую реальность? Вы считаете, что это просто преднамеренное непонимание или же, скажем так, плохая экспертиза? Потому что, ну, бывали у того коллективного Запада, если так можно сказать, решения глобальные Которые они принимали пойти куда-то и так далее И жутко потом они об этом жалели или говорят, что ну вот как бы не разобрались Вот в этой ситуации это преднамеренное непонимание той реалии Той позиции Азербайджана, которая сложилась по итогам войны 2020 года Или же вот такая плохая экспертиза? Во-первых, начнем с того, что не непонимание, а невосприятие Да, это на самом деле преднамеренное восприятие, на самом деле, Западом Невосприятие Невосприятие Дело в том, что Запад фактически остался на стороне процессов, происходящих на Южном Кавказе во время войны И после войны, как альтернативная, но продал, даже не как альтернативная платформа, а как дополняющая платформа Россия, Азербайджан, Армения появился, есть Азербайджан, Армения платформа Но Франция преднамеренно торпедировала эту платформу переговорного процесса И разными предлогами стало мешать процессу обвинять Азербайджан И менять сам формат переговорного процесса И попытка была Попытка была На что она нарвалась, так сказать Да, не будем сейчас И абсолютно преднамеренно взял, защищая неоправданно позицию Армении, которая вообще играет деструктивную роль То есть и самое интересное, что в этом процессе, как ни странно, с Запада и Южного соседа даже подходы совпадают Ну давайте открыто говорить, наш Южный сосед Иран Вам нечего сказать Да, нечего скрывать Даже подходы совпадают Они проявляют незаинтересованность в открытии Заньязерского коридора Вас препятствуют Открыто говоря, хотя в этом процессе, в открытии Заньязерского коридора Интересы всех государств региона и вне региона Абсолютно Вообще утверждать, что открытие какого-то транспортного коридора Это выносит вред Мир вообще к этому стремится Это рабочие места Но, к сожалению, в этом вопросе Запад проявляет невосприятие И геополитически они хотят с Южного Кавказа Россию вытеснить, конкретно Франция и заменить собой Россию То есть в этом фактически получается геополитический клубок Некий на Южном Кавказе и геополитическая борьба На этом фоне торпедируется переговорный процесс Все те достижения, которые были достигнуты, они разрушаются И самое интересное, что наш президент, говоря как окончательный срок, решающий срок 23-й год Предномерно он знал, что в 24-м году глядет определенные события, выборы в разных странах В частности в Америке, в России выборы планируются Поэтому наш президент хотел бы до этого момента решить все проблемы Чтобы еще одни проблемы не накладывались на другие Да, ваша мысль понятна Я хотел бы по этому вопросу узнать мнение Садат Ханум И вот просто Рамзи Валим сказал, что Франция пытается вытолкнуть отсюда Россию Но она же не одна это делает, кто-то же ей создает, дает площадку Это один момент Второй момент, вот по поводу Запада нам Садат Ханум скажет И вот то, что мы говорили изначально, топят они Армению, не топят Я хотел бы просто из этой же статьи Эльчина Мербекова в Ньюсвик привести еще одну цитату Он говорит, что Армения и ее союзники должны прекратить использовать карабахских армян В качестве пешек в циничной игре силовой политики Если те, кто участвуют в содействии мирному процессу, будут четко осознавать реалии То смогут помочь Армении избежать ошибок прошлой И тут у меня возникает, знаете, такой вот У вас иной раз не складывается ощущение, что Армению используют как расходный материал Никто и не пытается, чтобы она не делала ошибок Наоборот, во имя чего-то, они даже ей позволяют сделать эти ошибки Ну, абсолютно точно Я извиняюсь за, может быть, резкую формулировку Но и Западу в лице Франции, и всем остальным игрокам Все-таки не весь Запад, а есть определенные страны, которые торпедируют этот мирный договор И Ирану абсолютно наплевать на Армению Им совершенно все равно, что с Арменией будет И Иран не хочет усиления Азербайджана, роли Азербайджана Потому что Азербайджан за последние несколько лет особенно Очень активно проявляет свою внешнюю политику Становится одним из таких региональных лидеров Вот эта победа в Карабахской войне И возврат территорий И как эта победа, самое главное, происходила Это определило в некотором смысле Такую лидирующую роль Азербайджана Естественно, безоговорочная стопроцентная поддержка В политическом курсе Турция Которая поддержка Азербайджана Раздражает это Иран Естественно, но нельзя об этом не сказать В Иране огромная азербайджанская Я не знаю, как это правильно Диаспора или этнические азербайджанцы Которые там живут Это десятки миллионов людей Естественно, это понятно Что для Ирана усиление роли Азербайджана Это в некотором смысле нежелательное Нежелательное развитие истории Но вы понимаете Я склоняюсь Вот если глобально смотреть на Вообще исторический весь контекст Я склоняюсь к тому, что Все-таки, как только Иран Очертит очень конкретно Свою роль вот в этом вопросе И если он ее очертит Антиазербайджанский Это будет очень Начало очень деструктивных Процессов в Иране в самом Сегодня то, что происходит Между Ираном и Азербайджаном Это в первую очередь Результат той пропаганды Антиазербайджанской Которая в последние годы Велась в Иране И тут в этом смысле Ни в коем случае Иран и Армения Не союзники А уж с Западом точно Но их цели совпадают Что касается Запада И Франции в том числе Безусловно, их главная роль И главная задача Это вытеснить Россию Естественно, они понимают Что сегодня Кто бы ни происходило В каких бы отношениях Какие бы заявления Армения не делала Армянского руководства Митинги и так далее Как мы видим Мы уже об этом сказали Россия все прощает И пока На сегодняшний день Так чемодан без ручки Знаете, бросить Жалко нести тяжело Но все-таки Россия Тащит эту Армению на себе И пока Окончательно Не рвет с ней связи Но тут надо сказать о том Что Запад делает все Для того Чтобы раскачать Вот эту ситуацию Эту лодку И в конечном итоге Заставить Армению Полностью повернуться К Западу Ну, я думаю, что Мы видели примеры Других Постсоветных государств Абсолютно Да И мы видели Чем это все закончилось В этом смысле Я должна, конечно, сказать Что Каждый раз Когда совершаются Какие-то вот Витальные Жизненно важные Скажем так Политические шаги На международной арене Я каждый раз Думаю о том И аплодирую Просто тому Насколько Президент Азербайджана В этом смысле Человек дальновидный И стратегически выверенный Насколько он Правильно Изначально Заложил Позицию Азербайджана И в движении Неприсоединения И во всех Тех Международных площадках Где он участвовал Я имею в виду Азербайджан И вот всю ту Концепцию Которую он выстроил Она сегодня По большому счету Вот дает Позитивные плоды Поэтому Я думаю Что с Ираном Ситуация будет Еще Накаляться И развиваться Иран 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 Еще не принял Для себя Окончательного Решения Как Не сформулировал Нет еще Формулировки У них четко Вот мы Ждали же Все выступления Главы Ирана И думали Что будут Какие-то заявления Но как вы видите Никаких заявлений Не было сделано Была какая-то риторика На внутреннюю Аудиторию Я думаю Что пока Просто не определились Но Как я вижу И Азербайджан Тоже Это прекрасно понимает И я думаю Что тоже будут Превентивные меры Какие-то предприниматели По поводу Ирана Конечно же Будем еще говорить Но еще Очень коротко Рамизи Хотел бы По этому же вопросу Ваше мнение Знать Вот фраза Некий призыв Помочь Армении Избежать ошибок Прошлого Опять же По вашим ощущениям Там Такое ощущение Что Ну вообще Хотят чтобы она Все свои ошибки В истории повторила Ну во имя чего-то Есть вообще Какая-то попытка Переубедить Армению Делать какие-то ошибки Дело в том Что то Что мы называем Ошибкой Армяне считают Нормой То есть Они себе Устроили Создали Альтернативную Историю Они Где Грабли Это самый главный Инструмент Армяне Создали себе Сформировали себе Некую политическую Культуру Где Все Сверх На голову Перевернуто Все Они Не стремятся Все это Исправить Взглянуть на Те свои Решения Заново И Вернуться К реалям Поэтому я не знаю Что это означает На самом деле Не совершить Армяне Чтобы Прошлые ошибки Не совершали И единственное Ясно что Вся история Армянского Государства Последние 30 лет Сиаде Танам Очень Хорошо Изложила Состояла Из Политических Ошибок И преступлений И сегодня Они Продолжают Свою Ошибку И сегодня Они Продолжают Назвать Вещи Которые Очевидно Абсолютно Противоположные Стороны Они должны Просто учитывать Что потом Будет больно У нас Эфирное время Просто мало Мы должны Все темы Постараться Обхватить И вот по поводу Ирана Уважаемые гости Так или иначе Мы просто не можем Не говорить То что происходит Сейчас Новое Некое развитие Получилась ситуация С нападением На азербайджанское Посольство В Иран Точнее С тем самым Террористом Который осуществил Это нападение В результате которого Погиб Руководитель Службы безопасности Наше посольство Получили ранения Другие сотрудники Так вот Ясень Гусейн-Заде Помещен В психиатрическую Больницу Иранские власти Сочли его Скажем так Сумасшедшим По заключению Тегеранской Уголовной Прокуратуры Расследующая Уголовная Дела Гусейн-Заде Страдает Рядом Психических Расстройств В том числе Шизофрении Также Стало известно Что он Как минимум Месяц Пробудет Психиатрические Клиники В Тегеране Как вы Расцените Такой шаг Иранских Властей Которые Сразу же После теракта Буквально Через несколько Часов Как они Сейчас утверждают Человека Болеющего Шизофренией Вывели В эфир Местных Телеканалов Дали ему Возможность Излагать Свою Версию Случившего А сейчас Они говорят О том Что вот Дескать Человек Сошел С ума И тут Понимаете Во-первых Тактически Чего они Пытаются Добиться И второй Возникает Резонный Вопрос Если у него Шизофрения То что у Иранских Властей С головой Это еще Раз свидетельствует О том Факте Что Сама Иранская Власть Подстрекала Этого Гусейн-Зада К преступлению То есть За этим Террористическим Актом Стоит Тегеран Официальный Тегеран Без Санкционирования Без Разрешения Без Благословения Иранских Властей Официального Тегерана Никто Не мог бы Приобрести Автомат Калашникова И свободно Ездить По Тегерану И прийти Около посольства Кувалдой Двери ломать Потом Кувалду Оставить Взять Автомат Стрелять И при этом Полицейский Вроде как Дипломический Квартал Полицейский Который Обязан был Охранять Посольство Ни одного Шага Ни одного Движения Хотя он Молниеносно Должен Это его работа То есть Это однозначно Ну Понимаете За этими Действиями Иранских Властей Мы очередной Раз Убеждаемся Что Иран Не Воспринимает Государственную Независимость Азербайджана Точнее он Видит В этом Враждебность Мы слишком Плохой Пример Тут И исторический И демографический И геополитический И экономический Фактор Есть Клубок Факторов Который Иранская Власть Независимо Какой режим Будет Против Азербайджана Я так Считаю Против Азербайджана Они понимают Что Десятимиллионный Северный Азербайджан Азербайджанская Республика Процветает Усиливается И экономически И социально И политически А сорокамиллионный Азербайджанское Население Это Больше 30% Населения Ирана Бедствует Бедствует У них Все основные Права Нарушены Они понимают Что Естественно Южные Азербайджанцы Будут стараться Принимать Взять Пример Северного Азербайджана И Станут В защиту Своих Прав Они понимают Что Прекрасно понимают Что Усиление Турецко-азербайджанского Тандема Стратегического Партнерства На Южном Кавказе Грозит Интересам Ирана На Южном Кавказе Скажем так Я уточню Экспансионистским Да Экспансионист Никто не лезет В Иран Никто не лезет В какие-то Ее интересы Они На фарситском Шовинизме У них тоже Больное воображение Империально В этом смысле У них много общего С армянами Да Азербайджанцы Должны быть В составе Ирана У них независимого государства Это ошибочная история История покажет Глубокие корни Ваша мысль понятна Саадхан Смотрите Вот иранский режим Он конечно не адекватен Мы же понимаем Что это специфичный Очень режим Но они Через несколько часов После теракта Кстати Все еще не называют Это терактом Хотят бытовуху Какую-то пришить Выводят человека Террориста На эфир Своих телеканалов Где он рассказывает Что вот Свою версию Слу Чешева Сегодня они запихнули Его в психиатрическую больницу И говорят Что он болеет шизофренией Вот Если он болеет шизофренией Чем болеют власти Ирана Вы знаете Мне Довольно сложно Вот я категорично Так не могу рассуждать Я наблюдаю за этой ситуацией И все-таки У меня складывается мнение Что конкретно В этом эпизоде И в целом В последнее время В Иране происходит Внутренний раскол И есть Скажем так Противоположно Настроенные Разные силы Которые Между собой Внутри Ирана Очень серьезно Друг другу Противостоят Что выливаются Вот в такие Провокации И политическую Дестабилизацию Я думаю Что Та политическая система И тот режим Который сегодня В Иране существует Он себя Изживает И изживает Настолько Что мы видим Что Политическое руководство Ирана Уже Не вполне контролирует Ситуацию Более того Понимает Что Есть В любой момент Угроза того Что это все Может просто Рассыпаться Как карточный домик Поэтому Мне кажется Что все-таки Есть вот какая-то там Внутренняя Очень серьезная борьба Есть внутренний раскол Политических сил И я допускаю Что Часть Может быть Меньшая часть Может быть Часть Которая слабее В политическом Эстеблишменте Она все-таки Пытается Сделать что-то Для того Чтобы дать знак Азербайджану О том Что мы с вами Потому что мы видим Что есть И листовки Которые распространяют В части Где проживают Компактно Азербайджанцы И определенные Лозунги И конечно Это не может Не напрягать Официальный тегерат То что касается Вот этого человека Ну вы понимаете Тут Какая-то очень Классическая Схема Когда вот Совершается Такого рода провокации Потом выставляют Как некую Бытовую Бытовуху Да Бытовую ситуацию И потом Просто человека Объявляют Либо его Устраняют Сразу Либо говорят Что он сумасшедший Проверить Это по-другому Никак нельзя Но то Что этот теракт Обнажил В некотором смысле Скажем Направление Вектор Вектор того Куда Движется Сегодня Иран И Его Дальнейшее Непризнание И официально Не было Насколько я понимаю Даже никаких Сделанных заявлений На эту тему Внятных Мне кажется Что это Вот опять же Я все-таки Ваше внимание Сконцентрировала На том О чем я Говорила В самом начале Что Если Иран Примет Такое решение Но я пока Не думаю Что они Примели это решение И Открыто Очертит Своё Негативное Отношение К Азербайджану То есть Подспутно Мы можем Все что угодно Понимать Мы можем Видеть Какие-то разные Шаги Но Официальные Позиции Никто не Высказывает И в принципе Внешне Они соблюдают Политез Если так можно Сказать В общении В дипломатическом Общении Международном Формате И так далее Поэтому если Вот как только Иран начнет Предпринимать Шаги Против Азербайджана Внутри Ирана Произойдет Жесточайший Раскол И это будет Началом Конца Поэтому я думаю Что иранское Руководство Тоже прекрасно Понимает Ну Понимает Насколько Хорошо понимает Опять же Дальнейшее Развитие Событий Покажет Но Иран В данном случае Традиционно По-восточному Делает Какой бы у них Внутренний Раскол В каждой стране Есть внутренняя Какая-то Жизнь политическая Но ответственность За этот теракт Лежит на официальном Тегеране Как минимум Бездействие Ну и Понимаете Странная ситуация В Баку Четко говорят Что это теракт Тегеране С этим не соглашаются Я думаю Что это Маркер Это маркер И как это все Будет в дальнейшем Разваться Покажет время Уважаемые гости К сожалению Эфирное время У нас подошло к концу Я благодарю вас За участие Напоминаю Нашим зрителям В студии с нами Беседовал Доктор политический Наук Рамис Севдемалы Кроме того Из России По зуму С нами общалась Журналист Директор Павильона Азербайджана ВДНХ Саадат Кадырова Саадат Ханом Вам тоже большое спасибо И вам спасибо Спасибо В эфире телеканала СБС Была общественно-политическая Передача Актуальность Сегодня Я и ведущий Санан Заев До свидания До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»